Видите, говорят, Бог большой, я маленький, да? И когда мы говорим об отношении с Богом, есть такое понятие трансцендентность и имманентность. Я уже вам говорил об этом, но давайте напомним. Как тут гудит этот... Трансцендентность, это слово транс как бы через, да? Бог далеко, Бог высоко, да? Бог большой, а я очень маленький. Это трансцендентность. Действительно, когда мы смотрим на величие Бога, мы говорим, что есть тысячи галактик, в каждой галактике по миллионам звезд, правда? А Бог еще больше. И что такое человек по сравнению с величием Божьим? Правда? Это мы говорим о каком качестве Бога? Трансцендентность. И в то же время Бог в каждом из нас и с каждым из нас. И имману, да, с нами, да? Отсюда выражение имманентность. Имманентность. То есть, трансцендентность, когда мы говорим о величии Бога. И мы можем быть в молитве и таким образом, и другим образом, да? И это мы действительно стоим перед Богом и преклоняемся перед Его величием. И Он для нас царь, а мы Его рабы. А имманентность – это как разговор с близким другом. Или разговор мужа с женой. Это интимные отношения с Богом. И с Богом нам важно, да? И так, и так. Потому что некоторые просто Богу, вот, типа папочка родного. Это хорошо. Вот, понятно, мы можем так говорить, да? Ну, обычно, когда обращается еврейская община, оно, как говорит, Авину Малкейну, да? Отец наш и царь наш. Я еще раз говорю, я не религиозный человек. Это не значит неуважение к Богу. Но если мы к Богу просто обращаемся вот так вот, слишком запонебратски, это тоже плохо, правда? И плохо, когда мы только говорим о трансцендентности Бога. Некоторые целые религии говорят об этом. Ну, например, Ислам. Он не рассматривает Бога как того, с кем можно поговорить, правда? Вот, от кого можно научиться, с кем можно посоветоваться. Для них утешитель не является Аллах утешителем. Но чем-то большим, великим. Он может быть милостивым, милосердным, может снизойти, но, в принципе, он как захочет, так и поступит с тобой, да? А когда мы говорим об эманентности, мы говорим о близких, интимных отношениях. И к Богу, видите, евреи как обращаются? На ты, да? На ты. Это удивительно, что евреи на ты обращаются к Богу, к генералу, к премьер-министру, к президенту, правда? В нашем русском языке такого обращения как-то не принято. Да. И я возьму из статьи 1 Штензальца о сути молитвы. Молитва является прямым обращением к Богу. В какой бы форме она ни выражалась, по сути, она всегда остается отчетливым обращением человеческого «я» к божественному «ты». И, как и всякая другая речь, это обращение может быть записываем, да? Это обращение может быть просьбой, мольбой, выражением благодарности, жалобой или беседой. Это все разные качества, разные свойства молитвы. Многочисленные молитвы, содержащиеся в Писании, в особенности в книге Псалмов, в основе своей являются сборниками личных и общественных молитв, и представляют все эти типы и все разновидности молитвы. Тоже можно сказать о молитвах и благословениях, включенных в Сидур. Сознание того, что ты слышишь молитву из любых уст, движет человека, когда он высказывается перед Всевышним, высказывает все личное и сокровенное, свои желания и помыслы. Такая молитва, о котором сказано в Псалмах. 102 дороб 1. У меня нумерация еврейская. Значит, смотрите, у вас может не совпадать. Там плюс-минус один Псалом. Перед Господом и зальет он душу свою. Видите, а как мы говорим, сердце свое изливаем, да, сердце свое изливаем. И это тоже из Псалмов. Перед Господом и зальет он душу свою. Требует от человека чувство близости к Богу. В наших молитвах зачастую Бог называется Отцом. Отец наш, Отец милосердный. Сын, стоящий перед Богом, чувствует, что он может раскрыть свое сердце, пожаловаться, попросить помощи. Молитва всегда основывается на этом чувстве близости, выраженной словах, которые произносятся в дни трепета. Ибо мы твои дети, а ты наш Отец. И иначе с более глубинной стороной. Мы твоя подруга, а ты наш близкий друг. Отсюда есть три ступени отношения Бога и человека. Первая ступень отношения это царь и раб. И скажите, раб знает, что хочет сказать ему царь? Нет. Царю не обязательно объяснять рабу, что делать, зачем делать, как делать. Он просто говорит, делай. все. Не объясняет. Отец и сын. Сын объясняет? Отец объясняет сыну, как делать. Правда? И интимные отношения. Это муж и жена. Они уже настолько близко. Я вот со своей женой 30 лет живу уже. И бывает так, я что-то ей хочу сказать, она говорит, я точно теми же словами и думала об этом же. То есть у нас даже одинаковые мысли. Правда? Чем больше люди общаются друг с другом, тем у них появляется больше общего. У них одинаковые мысли. И говорят даже люди физически, муж и жена, которые живут долго, они становятся похожими друг на друга. Что-то общее есть. И это уже более интимные отношения. Тут даже уже не нужно объяснять. Само сердце чувствует, что нужно другому. Вот как вложу в сердца их завет мой, говорит Господь. И это уже отношения супругов. Отношения невесты, жениха или мужа и жены. Есть отношения царя, есть отношения отца с сыном, близких друзей или супругов. И близких друзей или супругов у них еще более близкое, еще близкое, более близкое отношение. И еще Экклезиаст 5 дробь 1 говорит «Ибо Бог на небесах, а ты на земле, поэтому да будут речи твои немногословные». И Ишуа тоже цитирует это, да? Помните, что говорит Господь? Не говорите очень много, как это делают язычники. Одни язычники там кричали, бегали, прыгали перед своими богами, а Илья просто пришел и вся его молитва была «Господи, я сделал так, как ты мне велел». Это его была вся молитва. И сошел огонь на жертвенник и сделал свое дело, да? То есть молитва наша должна быть очень короткой, простой, но конкретной, конкретной молитвой. Да, и должно быть вкладываться обязательно чистое сердце, хорошо. И видите, есть еще, я тоже считаю вам Исидуром, две точки зрения на первый взгляд совершенно противоположные. Вот строки Исидура. «Ты дальше, чем все дорога, и ближе, чем все близкое». Это из молитвы Ширха и Худ, молитва единства. И еще, «Если я найду тебя, ты скроешься от меня, а если не найду, то слава твоя наполнит весь мир». «Если я найду тебя, ты скроешься от меня, если найду, то слава твоя наполнит весь мир». То есть, Бог наполняет своей славой весь мир человека, да? И даже, если человек скрывается, куда я уйду от лица твоего, куда убегу, говорит Господь. И, видите, я иду к Богу, и бывает, что Он скрывает свое лицо. Бывает, я бегу от Бога, но от Его божественной славы уйти никуда не могу. Это вот такая, как бы, двойственность. И это похоже на то, что происходило с сыном, который расстался с своим отцом. Помните, сын получил определенную долю на средство, да? потратил ее так, как хотел и пока он оказался в проблемах и пришел к отцу. И, интересно, как только отец увидел его, что сделал отец? Побежал, побежал к нему, да? Интересно, что сын шел к отцу, а отец что? Бежал к своему сыну. Но на сыне был груз с проблемой. Он очень медленно шел, неся свой духовный, душевный груз, да? Помните, как говорил Стап Бендер? На каждый из нас там давит столб воздуха с такой-то высотой. На меня он давит особенно сильно, да? А отец побежал ему навстречу. И вот на это основание еврейская традиция говорит, сделай хотя бы один шаг к Господу, да? А Бог делает все остальные шаги к тебе. Но если у тебя не будет инициативы, да? Хотя Бог и хочет тебя, Он первый к тебе не пойдет. Он будет какими-то вещами через других людей, твоей жизни действовать, может быть, что так, что ты понуждаешься в Господе, да? Но Бог первый с тобой не заговорит, пока ты не захочешь заговорить с Ним, да? Видите, отец что делал? Он ждал. Он мог и не дождаться. Правда? Если бы сын не пришел к нему. Но отец ждал. Он не ходил к нему, не звонил ему, сынок, ты там потратил тысячу долларов, что я тебе дал. Но я тебе еще принесу. Не звонил, правда? Пока сын сам не подошел к отцу. И это тоже очень важно для нашего понимания. Хорошо. Теперь более практическая часть будет. Вы немножко поговорили о теории. Теперь поговорим о практике. Значит, мы говорили о молитве как личной молитве. И личную молитву можно совершать какое время? Любое время. В любое время. Очень есть хорошее описание, когда дается комментарий книги Левит о жертвеннике, что огонь на жертвеннике должен гореть что? До утра. Всегда. То есть, огонь на жертвеннике должен... И жертва на жертвенник может быть возложена, как сказано, в любое время. Любое время. То есть, мы в любое время можем возлагать свою жертву. Но есть определенные правила служения, если мы говорим о молитве как служения. Дворим 11 глава 13 стих. Чтобы они любили Бога вашего и служи Ему всем сердцем и всей душой вашей. То есть, здесь говорится о служении сердца. А служение сердца это что? Мы говорили. Молитва. И у евреев есть три основных молитвы. Первая молитва, вы должны знать, и это у вас будет на тексте. Утренняя молитва. Вообще-то у евреев с вечера начинается. Но будем так считать. Утром, когда мы встаем, еще темно. Называется шахарит. Шахор. Заря. Шахар. Темнота. И помните, Бен. Шахор, сын Зари. Кто? Дьявол, да? Он стал Бен-Шахар. Сыном тьмы. Да? Шахор. Заря. Когда еще темно, но есть свет. И говорят, что первая молитва существует тогда, когда можно в Талите есть светлые ниточки и темные ниточки. Да? И светлую ниточку можно отличить от темной. Первая молитва шахарит. это утренняя ранняя молитва. Почему мы встаем рано на молитву? Видите, как интересно. Сказано, что все первинки должны быть Богу, да? И первые мои мысли, которые я встаю, я еще тоже не проснулся полностью, но еще лежу в постели, я говорю, маденели фанейха мелеха и вакаямшах изо рта виниш мотивих имла. Раба монотеха. Да? Благодарю тебя, Господь, за что? За то, что ты вернул меня, душу мою, по своей великой милости. Велика верность твоя или велика моя вера в тебя. Вы знаете, что заснуть это немножко умереть. И бывают случаи, когда человек умирает просто без всяких причин. Ну, врачи что-нибудь придумывает, да? А он просто засыпает и не просыпается. И Бог каждое утро возвращает нас, нашу душу. И это первая молитва благодарности. Видите, чтобы день начинался и кончался тобой, правда? И вот, значит, первая молитва, которая идет утром, называется Шахарит. В храме с первыми лучами восходящего солнца, да, начиналось служение. Вначале, что очищали золу жертвенника, то есть, все, что уже сгорело, все, что негодное в наше сердце, оно очищается, и возлагали новую жертву, да? Огонь брался с одной части жертвенника, переносился на дрова, то есть, огонь там горел постоянно, да? Но разжигались дрова, и возлагалась новая жертва. Затем, что чистились в миноре чашечки, да, и что? Свет возжигался, да? Потом, когда жертва была принесена, что делали? Брали кровь, да, от жертвы, жертвенника, вот, и на рога специально другого жертвенника тоже возносилось, да, который стоял в святом, и уголек с жертвы, с жертвенника медного, возносился в другой жертвенник, и возжигался, что? Фемиам, и фемиам, мы говорим, это молитвы святых. Итак, вот смотрите, сначала, что священник омывался, да, омывал свои руки, ноги, потом, что? Удалялся жертвенника старое, да, потом опять священник омывал свои руки, приносил жертву, так, кровь жертвы на жертвеннике, кровь на жертвеннике воскурения, и от жертвенника, от жертвы уже молитва фемиам, да, и если мы с этим сравниваем, когда мы вот утром встаем, как сказано, распинай себя, да, распинай себя, бери свой крест, то есть, распинай себя, умирщай в себе, да, все плохое, как я шучу, хара кири делает, да, хара, по-еврейски зло, а кири, по-японски тут как бы объединены слова, значит, отрезать, надо удалять все зло своего сердца, да, и возносить молитву Господу, предварительно взяв уголь с этого жертвенника, где мы распяли свою плоть, да, тогда вот молитва хорошая и правильная. Днем вторая молитва, итак, первая утренняя молитва, шахарит, днем минха, минха, это хлебное приношение, там в это приносилась и жертва животного, но возносилась и хлебное приношение, и хлеб, хлеб, видите, как будет, лехем, лехем, да, а что, что такое лехем, то же самое, что лехаем, хлеб, это то, что к нашей жизни, и хлебное приношение, это приношение нашей жизни Господу, приношение нашей жизни Господу, и вечерняя молитва, маариф, итак, шахарит, минха и маариф, это у вас на тесте наверняка будет, маариф, значит, вечерняя, потому что вечер как будет? эрв, эрв, хорошо, так, и уже вечером мы перед сном благодарим Господа за все, что было, и хорошее, и плохое, и готовим себя к сну, мы будем уже говорить о разных этих молитвах, хорошо, после разрушения храма было установлено не только обязательные молитвы, но и определен состав их очередности, и это было записано в Сидури, Сидур, да, у меня уже потрепаны, потому что я им пользуюсь практически каждый день, вот, я не читаю все молитвы по Сидуру, но я открываю, у меня есть много там разных закладок, я сейчас повынимал, чтобы не мешали мне преподавать, и я беру какие молитвы, которые близко к моему сердцу, да, и я молюсь и обычной молитвой, и я молюсь молитвами из Сидура, потому что сердце мое очень радуется, когда я вот читаю что-то отсюда, здесь есть и псалмы, и здесь есть пиюты, и молитвы более поздние, то есть мы будем уже говорить завтра о частных различных видах молитвы, и мы уже будем больше пользоваться этим Сидуром, и так, слово Седар это порядок, да, Сидур это что? Это книга, в которой молитва создана в определенном порядке, вот, а слышали такое Сидар выражение? Да, что это такое? Сидар, Сидар, фамилия, имя, да, Сидар, это когда еврей шел в синагогу, у него был специальный мешочек, но у меня, к сожалению, такого мешочка нету, и там у него что было в мешочке? Да, Сидур, дальше что у него было? Талит, Талит, молитвенное покрывало, да, и тфилин, тфилин, это коробочки, которые навязываются на голову и на руку, помните? Вот, и все это вместе назывался Сидар, то есть, да, когда еврей шел в синагогу, ему не нужно было искать, ой, а где же мой молитвенник лежит? жена, а Талит, ты мне постирала и не постирала? Смотрите, там кисточка оторвана, Талит некошерный, да, есть проблемы, все у него сложено, уже в порядке, знаете, как чемоданчик такой, срочной, скорой помощи, да, да, Сидур, да, Сидур, это значит порядок, Седр, порядок, да, Сидур означает, Седр, слово Седр означает порядок, Сидур это то, что находится в, да, вот я же вам говорю, и Сидр, значит, этот мешочек, где все в порядке лежало, да, то, что нужно было для молитвы, ну, да, ну, я же вам еще раз говорю, но я же не могу точно слово воспроизвести, вы сами понимаете, Седр, порядок, да, Сидур, это вот эта книжка называется Сидур, то же самое от слова Седр, да, мы говорим Беседр, Коль Беседр, все в порядке, Месседр, наводить порядок, да, и так далее, все это связано с порядком, хорошо, и когда мы идем в общественное здание для молитвы, это говорится, что дом молитвы, дом учения, да, то есть греческое слово синагога, синагоген, это место собрания, да, син, синтез, симфония, да, синагога, но эта синагога, это название греческое, помните, среди евреев было много находившихся в греческой культуре, но три названия еврейских синагогий, это вы тоже должны знать, бейт-кнесет, бейт-кнесет, от слова кнеса вход, а помните, что возле входа, возле ворот, что было, всегда, и врата ада не одолеется, да, собрание, да, собрание, да, поэтому бейт-кнесет, это дом собрания, вот как парламент в Израиле называется, кнесет, значит, первое, бейт-кнесет, второе название, бейт-мидраж, дом учения, помните, арабское медресе, и мы уже говорили слово медраж, что означает медраж, исследование, да, расследование, комментарии, дом, дом учения, и третье название, бейт-тфила, дом молитвы, и когда Ишуа говорит, дом мой, дом о молитвы, звезды для всех народов, это тоже не Новый Завет, это цитата из Танаха, и мы говорили, что тфила, это оценка, место, где происходит оценка, оценка человека, многим кажется, что установленный и замороженный состав еврейских молитв, является чем-то устаревшим, но вы знаете, это как бы объединяет всех евреев, как ныне живущих, так и умерших, в единую неразрывную цепь, вот представьте себе, нет одной страны в мире, где не было бы евреев, говорят, единственная страна, где нет цыган, это Китай, везде в других странах они есть, но евреи есть и в Китае, и вот все евреи в определенное время открывает Сидур, переходит в другой часовой пояс, и все евреи, ну я имею ввиду религиозные евреи, верующие евреи, да, тоже приходят в синагогу, открывают свой Сидур, проходит еще час, часовой пояс, и все евреи, что, опять открывают свой Сидур, и так молитва длится 24 часа в сутки, да, и какая молитва, все евреи молятся одинаково, ну есть небольшая разница между Ашкенасскими, Сифарскими, восточными евреями, но не такая большая, и если наши дедушки, бабушки молились, да, вы знаете, что у Бога все живы, вот это объединяет, это объединяет, мы все одна семья, все евреи, помните, мы делали определение, это что? Одна семья, да? У нас одни мысли, одни молитвы, одни дела, и это очень прекрасно, если в евреи все земли вместе собраться когда-нибудь могли, вы знаете, что если, такое поверье, что если, хотя бы две субботы подряд все евреи будут соблюдать, то Маши их придет, но почему-то такого еще не было, одни евреи так, одни другие так, и каждый сам по себе, правда? Хорошо, и так это для нас очень важно, все евреи, независимо от того, когда они жили, связаны друг с другом этими древними еврейскими текстами, кстати, в формировании Сидура принимали участие мессианские евреи, некоторые есть молитвы, очень похожи, что здесь сделаны мессианскими евреями, и говорят, что некоторые отрывки сочинены апостолом Петром, рабе Кифой, а среди мудрецов еще упоминается Никодим или Нагдемон Бен-Гурион, который тоже принял участие в составлении Сидура, и другие люди, которые были и мессианскими евреями тоже, вот, то есть, очень такая интересная для нас книга. И основой молитвы является какая молитва? Шмане-эсре. Шмане-эсре является основой каждого служения. Она читается в три раза в сутки. Помните, Шма-эсреэль, сколько раз мы читаем? Два раза. Утром и вечером, да? Потому что говори, произноси эти слова утром и произноси эти слова вечером, есть заповедь. А Шмане-эсре сколько раз? Три раза. Поскольку три молитвы. И Шмане-эсре означает 18. Они содержат 18 основных тем. Мы немножко попозже разберем эту молитву подробнее. Есть еще особая группа молитв, которая называется благословение. И мы им посвятим отдельный день. Благословение. И основанием для молитвы что является? Вера наша, да? Что есть Бог и что Он слышит наши молитвы. И что Он отвечает на них. Да? Основой молитвы что есть Бог, что Он слышит наши молитвы. И что Он делает? Отвечает на них. Евреям 11.6 Без веры уходить Богу невозможно. Теперь поговорим немножко об общинной молитве. Видите, общинная молитва очень важна. В одном из бедрашей сказано. Это бедраш называется дворим раба 2.12 Молитвы всей общины никогда не отвергаются. Скажите, а в новом завете. Есть эта мысль? Да? Вот. Матфея 18 глава 19 стих. Истинно говорю также вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего небесного. Общественная молитва считается тогда, когда есть миньян. Что такое миньян? Как минимум, да? Слово минимум и слово миньян это однокоренные слова. Миньян это 10 человек. В ортодоксальном иудаизме это 10 взрослых мужчин, то есть 13 и выше, да? Но нигде нет указания, что в миньяне не могут быть женщины. Просто, видите, опять-таки, есть некоторые вещи, которые были сделаны для хорошего, а получается для плохого. Да? для хорошего, чтобы женщина может заняться чем-то другим, в то время, как мужчина выполняет свои определенные религиозные обязанности. Да? А потом перестали женщин допускать к молитве. Посадили их за отдельную задвесочку и пусть сидят себе и слушают. Но это хорошо или нехорошо? Это нехорошо. Это нехорошо и неправильно. Вот, да. Я вам дам, я вам дам еще, если кто захочет, чтобы это уже будет отдельным занятием для нас, чтобы разобрали две интересные книги. Молитвы тех, кто не молится и Януша Корчика о молитвах детей. Хорошо? Кто-нибудь, два человека, кто захочет, им засчитается тест. Сделай доклад по этим книгам. Очень две у меня интересные книги есть, я вам принесу. Есть и в электронном, есть и в таком. А там, где я говорил о Тфиле, помните? У моего он дуал по тему Тфила. Там они есть. Ну, хорошо, я вам еще напишу. Да. Итак, значит, общинная молитва в присутствии Миньяна. То есть, 10-10 евреев. Но евреек, я считаю, что тоже можно. Это некоторые молитвы только в Миньяне произносятся. Например, Кадиш, призыв к молитве Барху, публичное проговаривание Амиды, чтение Торы и так далее. И в еврейской традиции есть очень важное понятие Кавана. Теперь под заголовок сделайте Кавана и Июн. Что такое Кавана, да? Что такое Кавана? Буквально Кавана. Кавана. Слово Кавана означает сосредоточение. Сосредоточение. Видите, смотрите, у японцев глагол Кавану то же самое означает. Смотрите, Кабан по японски портфель. И Кебана это что? Собирание букетов, да? Значит, дословное значение слова Кабана. Кабана сосредоточение. Но это не только сосредоточение. Вот как определяется Кабана. Кабана это направленность сердца. Это я вам даю определение. Кабана это направленность сердца. Помните? Мы говорили, как налогоинспекция? Масс кав. Москва отсюда, да? Масс налог кав направление, да? Кабана это направленность сердца. это сосредоточенное внимание. Вкладывание души то, что ты делаешь. Сказано у мудрецов молитва без каваны это тело без дыхания. Это очень похоже как говорит Шурик, что тост без вина как брачная ночь без невесты. А Шурик иногда прям как будто Талмуд цитирует. недаром там все евреи ставили такие фильмы. Правда? Итак, что такое молитва без каваны это тело без дыхания. Да? Если вот мы говорим то, что молитва в духе это что? Кавана. Определение еще одно из определений даже один хасистский равен говорит, что молитва в духе это кавана. Кавана это сосредоточенное внимание вкладывание души в то, что ты делаешь. Это является неотъемлемой частью выполнения заповеди молитвы. Если мы это не делаем, то это просто механическое проговаривание знакомых слов. Для правильной каваны молящийся должен почувствовать, что он находится перед Всевышним и сосредоточиться на назначении снов, который он произносит. Но не следует отказываться от молитвы, если не чувствует достаточно каваны, ибо само молитвенное усилие помогает в создании необходимого настроя. То есть еще может быть кавана это молитвенное усилие, да? Много может какая усильная молитва верующая. Они говорят молитва в духе тоже правильно. И молитва это что? Которая идет с каваной или в каване. Кавана. Но кроме того, что у нас есть кавана, есть еще и другая часть. Июн. Июн. И-ю-эн. Июн Тфила. Это переживание человека, личное переживание человека молитвы во время службы. Июн. Личное переживание человека молитвы. Если мы молимся за кого-то, за здоровье кого-то, мы должны молиться так, как если бы мы молились за свое здоровье, за свое спасение. То есть, личное переживание. Если кавана – это, скорее, направленность разума, то июн – это направленность чувств. Июн – это личное переживание человека своей молитвы. Раби Игуда Агасид, который жил во второй половине XII века, писал так. «Читай свою молитву на такую мелодию, которая тебе наиболее приятна и сладостна». Вы знаете, что еврейские молитвы все поются? Я просто не умею петь. У меня жена знает мелодию, а не знает слова. Я знаю слова, а не могу воспроизвести мелодию. «Читай свою молитву на такую мелодию, которая тебе приятна и сладостна. Когда будешь молиться с должной каваной, тогда ты будешь молиться с должной каваной, ибо мелодия будет трогать твое сердце, когда слова будут слетать с твоих губ». Мольба мелодии заставляет сердце плакать, а похвала наполняет его радостью. И так вы наполнитесь любовью и радостью перед Богом, который видит ваше сердце, и благословите его с величайшей любовью и радостью. Интересно, что сосредоточение на Боге помогает надевание тфилина и талита, да? Когда мы говорим о метке на лоб и метке на правую руку, которую будет делать антихрист, некоторые думают, что это действительно будет какой-то чип. Я не знаю, поживем увидим. Вы говорили, что вещи, которые написаны в Торе, можно принимать в прямом смысле и переносном, да? Но если брать еврейскую традицию, то сказано, значит, как «навяжи» это перед лозами твоими, да? То есть куда? На лоб. И «навяжи» это на руку твою. Некоторые на левую руку накладывают, некоторые на правую. У разных общин различные традиции на этот счет. И мы, помните, говорили, что этот филин представляет собой ремешки, да, и коробочки. В коробочках содержится четыре места исписания. Коробочка поделена на четыре кусочки, и там имеется каждый маленький свиток. Тоже должен быть написан от руки. Кошерный такой маленький свиточек, который содержит определенные вещи исписания. И когда ты одеваешь это на лоб твой, да, вот представьте себе, вы просто куда-то забежали, помолились и убежали, да? Или вы сделали какие-то определенные действия, и эти действия подготовили вас, да, к этому. Есть разница? Это помогает действительно сосредоточиться на Боге. И еще, когда додевает на голову человек талит, или по-ашкинавски талис, это специально такое покрывало, да? Вы знаете, как фотографы делают? Закрывают. Закрывают, чтобы сфокусироваться, вот старые фотографы, фокусировать фотоаппарат. И это вот очень хороший такой принцип. Видимо, фотографии тоже придумали евреи. Я сейчас не говорю об электронных фотоаппаратах. Но, смотрите, даже пленка в фотоаппарате, она точно по тому же принципу устроена, как свиток Торы. Правда? Наверняка евреи делали. И, видимо, первые фотографы тоже были евреи, брали талит, да? И когда ты одеваешь талит на голову, и тебя все посторонние шумы, ничто тебя не обеспокоит. И ты можешь сосредоточиться на молитвах. Я приведу еще различные виды молитв. Вот пример личной молитвы. Например, вот такие молитвы, которые... Я больше беру сейчас вот примеры из реформированного иудаизма. Там более короткие и более современные молитвы, да? Вот такой пример личной молитвы. О, Бог! Дай мне место среди сынов Израиля. Пусть у меня будет еврейское сердце, еврейский ум и еврейская душа. Пусть все мои деяния служат доброму имени еврея. Пусть работа рук моих и мои идеи будут добрыми и благими. Пусть домом моим станет дом молитвы. Пусть жизнью моей станет служение, которое ты заповедал своему народу. Пусть словами моими станут слова, произнесенные тобой и произносимые во славу тебя. Пусть делом моим станет соблюдение твоих заповедей. Пусть твой закон правит по всей земле, и справедливость и сострадание в твоем царстве будут вечны. Ну, и мы, как мессианские евреи, можем добавить пушь машивых. Придет, пока я жив, да? Принеся всем мир и надежду. Ортодоксальные евреи тоже говорят о машиахе. Когда мы говорим о машиахе, мы еще добавляем, что? Ешуа. Машиах. Придет, пока я жив. Принеся всем мир и надежду. И дай мне занять. Твое место, свое место рядом с теми, кто любит тебя, служит тебе. Вот такая из молитвенника реформированного иудаизма. Хорошая молитва, правда? Пример еще молитва Ягуда Галеви. Это тоже жил в Испании. В средние века. Еврейский философ, поэт. Вы можете записать. Мне настолько она нравится. Я думаю, что... О, Господь! Молитва очень короткая. О, Господь! Ты моей души единственная страсть. О, Господь! Ты теряю моей души единственная страсть. Запятая. Даже если мне не дано выразить ее словами Точка О Господь, Ты моей души единственная страсть Даже если мне не дано выразить ее словами Точка, второе предложение Вдали от Тебя я мертв уже при жизни, запятая Приникаясь же к Тебе, обретаю жизнь даже смерти Вдали от Тебя я мертв уже при жизни, запятая Приникая Приникнуть, да? Приникая же к Тебе, запятая Обретаю жизнь даже смерти Очень хорошее В молитве мы можем использовать места из Писания Псалмы, которые являются молитвой То есть в Сидуре Вы тоже, я вам говорил, что вот эта молитва Приникая к Тебя, обретая жизнь даже смерти В Сидуре тоже мы говорили Молитвы и вот цитаты из определенных мест Писания Правда? Из Писания Да Да Значит, О Господь, Ты моей души единственная страсть Даже если мне не дано выразить ее словами Вдали от Тебя я мертв уже при жизни Приникая же к Тебе, обретая жизнь даже смерти Вот я тоже как-то задался целью составить свою личную молитву Вы можете тоже себе сделать задание, да? Составить свою личную молитву Ну, понятно, я не говорю о том Господи, дай мне денег Там или Господи, дай мне работу Я имею ввиду о молитве, да? Которая говорит об отношении с Господом Интересно вам будет, чтобы я прочел? Да, было пример Ну, это как вот пример Я думаю, у каждого по-своему это может быть Господь Ишуа Я верю, что по Твоему обетование от Божественной силы Твоей Даровано мне все потребное для жизни и благочестия Научи меня, Господи То есть, первая моя молитва Да? Я опираюсь, что я верю в обетование Твое Все дано для жизни и благочестия Правда? Первая моя просьба Научи меня, Господи Как показать в вере Мои добродетель В добродетель и рассудительность И помните это место, да? Рассудительность и воздержание Воздержание и терпение Терпение и благочестие В благочестие и братолюбие Братолюбие и любовь Но у меня до этого еще далеко Еще Господь меня терпение и терпение и терпение вырабатывает Хорошо Еще минута будет? Да Чтобы мне не остаться без успеха и плода Познание Тебя, Господь Чтобы тернии, суеты, заботы и наслаждений житейских Не закушили сердце моим Слово Твое Это все, видите, по местам из Писаний Чтобы не заботиться о том, что мне есть И во что одеться и искать прежде Царства Твоего Чтобы я мог предоставить тело свое, жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения Вторая просьба Преобразуй и обнови Божий ум мой Опять-таки, все это по Писанию Я вам потом место дам Чтобы не сообразуясь этим веком, познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная Чтобы я не думал о себе больше, чем нужно думать И мечтал о себе, но думал скромно По мере той веры, которую ты мне дал Чтобы я отвращался от зла и прилиплялся к добру Был терпелив и в молитве постоянен И чтобы любовь и братолюбие росли в сердце мое Прошу Тебя Следующая, да, под заголовок Прошу Тебя Господь Ишуа Дай мне найти с Тебе не со своей праведностью Но с той, которая через веру в Ишуа Мессию Чтобы познать Тебя и силы воскресения Твоего И участие в страданиях Твоих Сообразно смерти Твоей И чтобы достигнуть воскресения из мертвых А теперь Дай Да, ну дай это первое слово, которое произносят дети Некоторые говорят Мама, ну по-моему, дети произносят первое слово дай Мой сын, по крайней мере, первое слово Произносит дай И сейчас он тоже продолжает это регулярно произносить Дай Дай Господь и Бог мой Силы и разумения Чтобы, забывая заднее, простираться вперед И стремиться к цели и почести высшего звания Мессии Ишуа Чтобы я помышлял о том, что истинно, что честно Что справедливо, что чисто, что любезно И что достославно Что только добродетель и похвала А если о чем? Иначе мыслю Открою мне Господи И обычно перед тем, как я Преподаю, я еще говорю Дай мне Господи говорить то, что нужно говорить Вы слышали, да? И не говорить то, что не нужно говорить И еще я говорю, Господи, убереги меня От излишней ненужной мне информации Поскольку я очень много информации воспринимаю И в конце Я говорю Но и за братья и сестер мы их А также за всех евреев Да прославится имя Господа нашего Ишуа Мессия нас и мы в нем По благодати Бога нашего Ишуа Мессия Амин Субтитры создавал DimaTorzok